Четвертый эпизод Повелителей Воздуха. Я был заинтригован этим эпизодом после прекрасного прошлого. Это было продолжение, показывающее ужасающий обзор реальности, которую пережила стоя бомбардировочная группа, и позволило встретиться с Куинном после его выбора между военнопленством или перемещением через оккупированные страны, чтобы вернуться в Англию. С потрясающим концом. Перейдем к этому эпизоду и разберем все, что было в нем. Описание конца четвертого эпизода Повелителей Воздуха. Обратите внимание, это видео содержит спойлеры. Серия началась в Алжире, куда прилетели парни после миссии по бомбардировке мессершмиттовских заводов в Регенсбурге. Мы снова услышали закадровый голос Гарри в этом эпизоде поверх вступления, чего не было на прошлой неделе, но я рад, что он вернулся. Что-то есть в том, что история о том, что произошло, передается нам, когда мы видим ее с точки зрения одного из персонажей в будущем, и кажется, что это добавляет веса рассказыванию историй, так что я рад, что он вернулся. Именно здесь мы узнали, что Курт не выжил в аварии, в которой он был, что было печально слышать. Хотя мальчики были в Африке, мы не видели их там долго, так как они вернулись на базу через пару минут после начала эпизода. Именно здесь мы увидели, что после их возвращения на базу появилось много новых рекрутов, которые теперь составляют часть отряда. Это связано с тем, что были некоторые тяжелые потери, которые ощущались, и подразделение должно было стать сильным, если не сильнее, чем раньше. В сентябре 1943 года проходила вечеринка. Ходили слухи о сложности выполнения 25 миссий, но капитану Дайеру удалось это, и была устроена вечеринка в честь этого. Он показал, что можно многократно взлетать, оставаясь живым. После выполнения 25 миссий можно было немного отдохнуть, и мы видели, что капитан это сделал. На вечеринке почувствовалось некое беспокойство. Проводились празднования, но вместе с празднованиями, проходящими на фоне новые лица в комнате, было много людей, которые не были там, потому что их убили в воздухе, что показывает, что многие погибли до выполнения 25 миссий. Из 35 экипажей на месте осталось только 12, что показывает большие потери, которые могут накапливаться со временем. Мощная фраза Баки «Когда мы пойдем вниз, нас тоже не вспомнят», показывающая его непонимание касательно происходивших торжеств. Мысль о возможной гибели весьма тревожила. Это видно в отношении к полковнику, а также в том, что ему казалось, он заглушает боль алкоголем, углубляясь в свои мысли. Это привело к отпуску в Лондоне на несколько дней. Бак почувствовал такую необходимость. На вечеринке мы встретили Розентал и еще трех летчиков, которые присоединились к нему. Они славились своим мастерством, хотя были не наивными. Но бессознательная наивность все же присутствовала, как и у Бака и Баки перед миссией. Они едва осознавали опасность и количество жертв в воздухе. Розенталь сказал «Совершим что-то», на что Баки ответил «Совершишь и прилично». Момент, заставивший меня задуматься о том, что он, возможно, не до конца готов к тому, что увидит. Баки дал совет «Продержись в живых 11 миссий, преодолеешь статистику». Эта фраза запала в душу. Отмечали солдата, выполнившего 25 миссий, в то время как некоторые могли умереть на своей первой миссии, и другие с трудом дошли бы до 11. Это подтвердило ужас, который ожидал их в небе, где ты не знаешь, когда твоя смерть найдет тебя в воздухе. Еще передавалась разница в мышлении новичков и таких людей, как Бак и Гарри. Когда они собирались в небо для выполнения задания, они были сфокусированы, не было отвлекающих факторов. А Нэш, как мы видели, не был настолько сфокусирован, хотел видеться с Хеллен и взять с собой пончик. Не сказать, чтобы плохо, но это подчеркивало разницу в двух видах мышлении. В этом случае мы не видели битву в воздухе. Вместо этого мы увидели ее с точки зрения людей на базе, которые ждали новостей о том, сколько людей вернулось, были ли повреждения самолетов и сколько членов экипажа вернулось. В конце оказалось, что было потеряно 80 человек, что означало, что и самолет, на котором летел Бак, тоже был подбит, поэтому оставалось неизвестным. Жив он или мертв в этой ситуации. После небольшого исследования реальных событий вы будете рад, что Бак не погиб, быв в сбитом задании. В аварии, которую он совершил, он добирался до голландской границы, но ему не удалось. После приземления он был доставлен на станцию, допрошен и затем отправлен в лагерь для военнопленных. Так что даже упав, он выжил и перебрался на другую сторону войны. Пока происходило это, мы видели, что Баки был в Лондоне, имея время, чтобы очистить голову, и было несколько мощных сцен, которые мы видели, когда он был в городе. Было зрелище, где он сидел в комнате, а перед ним был Лондон, бомбящийся по-чертовски. Оранжевое освещение ночи было мощным образом. А также на следующий день, когда он шел по городу, и последствия ночи были видны, это было действительно преследующее. При слушании криков матери, кричащей свою дочь, меня охватывали мурашки. Боль в ее голосе и страшные крики были ужасными. В это время Баки увидел в газете потери своего отряда. После телефонного разговора на шифре, он узнал, что Бак не вернулся, и заявил, что он вернется и отправится на следующую миссию, чему, я думаю, станем свидетелями в следующей серии. Если вы знакомы с реальной историей Бака и Баки, миссия, в которую отправляется Баки, чтобы отомстить за друга, в конце концов приведет его в его воинскую часть в лагере для военнопленных. Так что представляю, что это может быть изображено на экране. Пока это происходило, мы также следили за другой стороной истории, сосредоточенной на Куине, который должен был пройти через закупированную территорию возвращения на базу в Англии. Интересно было в разделе Квинна об допросе, где они хотели узнать, он ли американец. Проверяли не только его, но и Бейли, которого там нашли, и еще одного солдата, утверждавшего, что он обычный американец, зовут его Боб, он из 306 отряда. Проверка была на то, кем они являются в действительности. Говорить правду. Боб убит. Они считали его немецким солдатом, который попытался проникнуть и узнать, что происходит. Это показывало свирепость этого мира. Даже если он говорил правду, и они ошиблись, он быстро оказался бы убитым. Но они заявили, что они не ошибаются. Квинн чувствовал вину за Бэйби Фейса, который остался в самолете. И каждый раз, когда Бейли спрашивал о нем, он просто опускал глаза и делал вид, что не знает, где он, видя внутреннее стыд за то, что он оставил Бэйби Фейса смерти. Однако, когда он наконец рассказал Бейли, тот сказал, что поступил бы так же. С того момента Квинн, кажется, чувствовал себя менее виноватым. И осознал, что не обязательно поступил трусливо. В пути в Париж они испытывали зловещее предчувствие. Минимальная возможность того, что их поймают, заставила меня бояться за них. И я ощутил тревогу, которую каждый из них испытывал по-своему. Это было трудно смотреть, особенно когда Квинн решил пробежать вагон, не желая быть замеченным немцами. Думаю, следующий эпизод покажет больше о развитии их путешествия и передаст испытываемый страх на земле. Покажет опасность в воздухе и на земле. Так что безопасными местами мало. Общий обзор. Мне показалось, что это был хороший выпуск, хотя не настолько хороший, как третий. Будет сложно превзойти, но эта серия мне понравилась за фокус на размышлениях персонажей, позволяющих глубже понять их. Разделение Бака в воздухе. Баки в Лондоне. Куинна во Фландрии. Это хороший прогресс, позволяющий больше увидеть и как страх присутствовал у всех. Это показало и доброту людей, готовых помочь. Мне нравится шоу. Оно проницательно. После каждого эпизода я исследую личности и миссии. Это шоу кажется уважительным к произошедшим людям и событиям. Жду, что будет дальше, как будет меняться шоу. Появляется все больше персонажей. Вот объяснение событий четвертого эпизода «Повелителей воздуха». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!